Щеенченеус, США, мегалиты Европы, возможно, берут начало из одного региона. Брюс Бауэр. Щеенченеус, США. 12 февраля 2019 года. Европейские пейзажи усеяны десятками тысяч внушительных каменных сооружений, от простых каменных арок до стаунхенджа. Долгое время происхождение этих мегалитов не умолкали жаркие споры. Новое исследование предполагает, что грандиозные каменные сооружения впервые появились во Франции, откуда распространились по всей Европе в три этапа. Древнейшие из мегалитов появились на территории нынешней северо-западной Франции примерно 6800 лет назад, полагает археолог Беттина Шульц-Паульсон. Беттина Шульц-Паульсон, из Гатиборского университета в Швеции. Знания об этих каменных сооружениях впоследствии распространяются морским путем по всему побережью Атлантического океана и Средиземного моря, утверждает она в своем исследовании, опубликованном 11 февраля в журнале Национальной академии наук США, НАС. Европейские мегалиты во многом стали детищем мореплавателей, которые путешествовали на большие расстояния, объясняет Шульц-Паульсон. До наших дней дошло порядка 35 тысяч мегалитических гробниц, вертикально стоящих камней, каменных кругов, а также каменных построек или храмов, многие из которых разбросаны вблизи береговой линии. Датировка радиоуглеродным методом показала, что возраст этих сооружений – от 6500 до 4500 лет. Столетия назад ученые полагали, что мегалиты зародились в Передней Азии или Средиземноморье и распространились по миру посредством морской торговли или миграции последователей мегалитического культа. Но поскольку достоверная датировка археологических памятников стала возможной лишь в 1970-х, некоторые исследователи стали утверждать, что мегалиты возникли независимо друг от друга среди аграрных сообществ Европы. Древнейшие из мегалитических гробниц состоят из двух или более вертикально стоящих камней, на которых перпендикулярно положено еще один камень либо земляной слой. По словам Шульц-Паульсон, этот метод строительства распространился с северо-запада Франции вниз по Атлантическому побережью в Средиземное море в период с 6800 до 6000 лет назад. Курганные могилы без камней возводились незадолго до распространения мегалитов и встречаются лишь на северо-западе Франции, что дает основания считать данный регион вероятным местом зарождения мегалитических гробниц, полагает она. Второй тип мегалитов, считает Шульц-Паульсон, широко распространился в период с 6000 до 5500 лет назад. Тысячи коридорных гробниц, состоящих из узкого каменного прохода, соединенного с одной или несколькими погребальными камерами, покрытыми землей или камнями, были воздвигнуты вдоль побережья Португалии, Испании, Ирландии, Англии, Шотландии, Франции и Скандинавии. По словам Шульц-Паульсон, мореплаватели связали эти районы друг с другом сетью устойчивых маршрутов, что привело к серьезным изменениям в погребальных обрядах, о чем свидетельствует распространение коридорных гробниц. Наконец, примерно 5500 лет назад коридорные гробницы достигают Скандинавии и Североцентральной Европы, после чего вдоль прибрежных участков распространяются мегалитические сооружения иных типов, так массивные валуны воздвигнуты в Стаунхендже на юго-западе Англии порядка 4400 лет назад. Общие тенденции в распространении мегалитов, о которых сообщает Шульц-Паульсон, археолог Аллазди Уиттл, Аллаздай Руиттле, из Каргибского университета в Уэльс еще весьма вероятными. Неудивительно, что распространению мегалитов в Англии и Ирландии, а также по всей континентальной Европе, сопутствовало мореходство, считает он. Чтобы определить, когда именно древние жители Северо-Западной Франции начали возводить земляные курганы, на месте которых впоследствии были возведены мегалиты, потребуется дальнейший радиоуглеродный анализ. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.